Всем привет! Меня зовут Давид. Я начинаю свой канал по дальнобой по США, Америка. Я смотрел очень много видео. Не сильно много каналов, которые рассказывают про дальнобой по Америке. Но много людей интересуется, интересно. И также мне интересно поделиться своим опытом ездить на тягаче по Америке. Я начал ездить где-то в пределах 6 месяцев. Не, где-то 7 месяцев назад. Так что я, можно сказать, новичок в этом деле. В общем, я хочу вам показать свою технику, на которой я езжу. У меня старенький трачок, у меня не новый. Вот, сейчас я вам покажу его. Вот мой тягач американского производства Peterbilt. 2000 года. Здесь на крыше у меня был солнечный козырек, но его оторвало. Так что надо будет купить новые крепежи и закрепить его назад. Компанию я назвал КАМАЗ. Так как сам русский. В общем, хотел немного русского акцента в своей компании. Тягач, 6-ти цилиндровый двигатель рядный стоит. 12,7 литра объем. 430 лошадей. И где-то 1600 крутящийся момент. То есть он очень слабенький двигатель. Ничего такого сверхъестественного. Стоит два глушителя. По бокам кабины. С левой стороны и с правой стороны. Так он выглядит сзади. Сейчас я покажу вам, как он смотрится внутри. Здесь эта дверь, значит, для выхода. Здесь небольшой компартный для запчастей. А это моя спалка. Так как это считается запасной выход в случае пожара, там или чего, вдруг в кабине произойдет, что можно через спалку выскочить на улицу. Вот так он выглядит. Сейчас поймала внутри. Грязненький. Я только приехал с рейса. Надо будет помыть. Но я сегодня опять уезжаю. Поэтому следующий рейс уже буду мыть. Такой небольшой обзор датчики. Температура. Там ничего много серьезного нет. Это включатели. Ручник. И включатель разного цвета. Всего такого здесь. Значит, climate control. Здесь зарядные всякие вещи. Бардачок. И вот здесь спалка у меня. Там, значит, у меня вода. И да, там всякий столик. Ну, это уборный столик. То есть я убираю. Там внизу под кроватью микровейка стоит. С этой стороны вещи висят. Там для чая все. Еще несколько всяких этих русских флаг. Тоже немного кабинетиков. Ну и, собственно, кровать. Вот так вот. Здесь, значит, заход такой. Сзади сидений. Шторочки закрываются. Все это дело. Здесь наверху находится магнитофон. А также рация. Камера для... Этот... Как его называют? Видеорегистратор. И навигация. Здесь стоят колоночки. И с этой стороны также. Пробег большой на траке уже 940 тысяч миль. То есть он уже старенький, но очень-очень-очень надежный. Вот такой обзор своего трака. Друзья, также я хотел... Это было не все. То есть мой... Это мой тягач, на котором я работаю в данный момент. Значит, сейчас я вам еще покажу тягач, который... Я восстанавливаю после пожара. Я купил его. Он был, значит, тягач машин. И я его восстанавливаю после пожара. Сейчас, одну секунду. Вот. Это мой автосервис. Но здание уже продали, поэтому я его закрыл. Только сейчас доделаю свой. Это покрасочная кабина. Только доделаю сейчас свой тягач. И я отсюда буду выезжать. Поэтому вообще по профессии кузовщик-маляр. То есть делаю ремонты автомобилей. И вот только недавно перешел на дальнобой. Потому что нравится мне это дело. В общем, ну, вот он мой тягач. Сейчас я включу свет, чтобы вам его показать. Вот такой, значит, тягач тоже Питер Билл. 379-я модель. Классика. Этот такой же абсолютно, как у меня. Только у этого капот длиннее на 8 дюймов. Не знаю, сколько это в сантиметрах. Вот. И у него год 2004. То 2000, но это 2004. Там стоит Детройт двигатель. Здесь стоит всем известный Кет. Шикарный двигатель. 475 лошадей. И 1900 где-то... 1860 или что-то вроде того. Крутящийся момент. Но я его буду накручивать до 550 лошадей. Трак этот полностью был разобран до рамы. И восстановлен абсолютно с нуля. То есть вся рама была пескоструена, покрашена. Все делал сам со своим отцом. У меня отец также механик и кузовщик. Он тоже много делает. Много чему научил меня. И вот мы вместе с ним, еще брат мой помогал, сделали этот трак. У него длинная база. Длиннее, чем у другого трака моего. Здесь будет пятое колесо. То есть тут еще много работы надо будет делать. Карданы еще ставить. Спалку ставить. Салон у него немножечко новее, чем у моего другого. Вот такая у него панель. Тоже сам красил, все делал сам. Вот тоже здесь также под старинку сделаны датчики, включатели. Вот так вот здесь намного-много больше датчиков свяжения. Значит, что происходит с траком самим. То есть надо еще много собирать. Полы мы сделали, поставили дерево. Значит, дуб. Сейчас я открою. Здесь, конечно, много насыпано. Ну, в общем, вот так вот они выглядят. Дубовые полы. Шумоизоляция здесь намного. Вот это черная, все шумоизоляция сделана. Намного серьезнее здесь шумоизоляцию я сделал. Вот здесь козырек стоит. Вот на том траке оторван, что я показывал здесь стоит. Но это не заводской, немножко ниже, чем заводской стоит. Тут также я сделал шумоизоляцию от двигателя. Специальная клейкая такая шумоизоляция. Двигатель накрытый, потому что здесь сняты клапанные крышки. Вот. Будем их красить. Также на этом траке будут стоять сзади, на задних колесах, крылья. Вот это вот. Будут стоять. Такие крылья. Но, если канал мой пойдет, и людям будет интересно все это знать, видеть, то я с удовольствием буду снимать больше видео по ремонту, по восстановлению, так сказать, этого трака. Буду выкладывать, чтобы люди могли видеть, смотреть, кому интересно. Здесь практически все восстановлено заново. Не практически, а все. Мосты старые, то есть их были построены, покрашены. А все подушки, все трубки, проводка, все новые ставятся. Все вот эти тяги. То есть, все будет новое. Вернее, проводка старая ставится. Ну, она там подкорректирована будет, удлинена, потому что рама была разрезана и удлинена намного длиннее. То есть, база была 255 дюймов, стало 300. То есть, мы ее удлинили. Вот такой вот тягач. Как я его сделаю, буду работать на нем. Также засниму видео, когда он будет готов, как он едет. Намного мощнее моего этого предыдущего трака. Вот такой бампер у него будет стоять. Ну, все это я покажу, когда уже будем собираться. Двери от него покрашены. Все красил, все делал в казовщине сам. То есть, я крашу. Вот такие вот дела. Вот эти трубы, на него то есть глушитель, они запакованы. Сейчас я вам покажу один кусочек у меня. Вот он открытый. Там на том траке стоят, значит, 8, 6-дюймовые. Здесь будут 8-дюймовые трубы. А высотой где-то 4 метра от земли. Ну, то есть, на полный рост трейлера. Вот такие вот здоровые. Ну, это кусочек от нее. Там сигналы будут ставиться от поезда. Так что, вот такие вот дела. Еще куча всяких запчастей, вещей. Так же, сейчас я вам покажу. Это еще другая сторона крыльев. А, тут света нету, плохо видно. Это другая сторона крыльев, а это руль будет покрашен под цвет кабины. Ну, это все надо будет чистить, мыть, красить. Ну, в общем, я все вам потом покажу. Кому будет интересно, сейчас я собираюсь в рейс в Айва. Там снег идет, поэтому мне надо будет пораньше выезжать. Я немного засниму, немного вам засниму также видео моей дороги, моих трипов, так сказать. Ну, буду выставлять максимально видео. Кому интересно, что спрашивайте, задавайте вопросы, на что ответить. Кому что показать. Буду делать это с огромным удовольствием. Это табаки. Они тоже будут краситься под цвет тягача. Все будет красиво, аккуратно. Он будет полностью, как сказать, заделанный, что ли. Custom по-английски называется. Вот, вот эти все ямочки, все будет сделано, отремонтировано. И все будет покрашено под цвет тягача. А это еще одна пассажирская дверь. Вот такие дела. Все. Я начинаю свой канал. Пожалуйста, кому интересно, подписывайтесь. Ставьте лайки. Я буду стараться развивать его. И... Вы извиняйте, что если плохо снимаю, как бы я учусь. Поэтому и тем более с телефона еще снимаю. Я сделаю потом, куплю себе камеру. Я еще не выбрал просто какую. Как все это сделаю, будет немного интереснее, может быть. Ну, все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok